здравствуйте 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 всем здравствуйте я так думаю что сейчас нам подключатся много-много людей и мы будем вместе рисовать снежинки сегодня у нас четверг все все ближе и ближе к нам новый год вот и сейчас такая пора у всех мастеров да все сидят круглосуточно и пилят с утра до вечера запись начинают рано-рано утром и заканчивают поздно-поздно вечером и самое прикольное в эти дни когда начинают звонить клиенты говорит слушай не получается перенеси мне куда-нибудь на другое место а ты понимаешь что переносить некуда и вот в этот момент начинается самое все прикольное а еще прикольно когда клиенты опаздывают да она пятки наступает уже следующий клиент ну короче все говорим как обычно да об одном и том же каждый год все мастера просят не опаздывать клиентов и так же как мы сегодня в четверг к двум часам встречаемся верт к двум часам как сказала вообще по-дурацки в два часа встречаемся и проводим мастер-класс всем привет может нам кто-нибудь чем махнет рукой о здравствуйте все вот катя нам написала здравствуйте значит так девчат сегодня у нас четверг мы с вами проводим прямой эфир и тема у нас сегодня по-моему вообще просто рисование снежинок и в моем задании никаких конкретных прям вот вариантов не было по подбору цветов по подбору гель-лаков которыми мы сегодня будем покрывать наши типсики да или там ногтевые пластины ваших клиентов вот просто я взяла из последней коллекции из последней коллекции гель-лаков они не были собраны в коробочку в отдельно они были продавались у нас поштучно и продаются поштучно это гель-лаки номера дай бог так сориентироваться с которого начинается с 462 правильно 462 гель-лак 463 давайте вот так выстроим их это последние гель-лаки которые выходили вы ими и которые вот сейчас мы с вами будем использовать для того чтобы нарисовать какие-нибудь красивые новогодние снежинки вроде как другие какие-то и снежинки до новогодние или не новогодние праздничные скажем так значит 464 65 66 67 а и так 6 гель-лаков которые вышли отдельно не в коробочке а просто продавались поштучно девчат и вот мы сейчас их задействуем такая интересная гамма получается видите такие рыжий бирюзовый какой-то блестящий я тут попыталась как бы смешать все подряд цвета которые видела перед собой на самом деле такой универсальный дизайн сделаем сегодня который будет подходить в принципе под любой цвет покрытия и не обязательно именно с этими цветами это можно сделать абсолютно на любом фоне на абсолютно на любом цвете так ну чтобы понять какие цвета у нас тут есть значит вот смотрите какой красивый сейчас сейчас секундочку так 465 цветок я сейчас вот эти флакончики уберу в сторону давайте вот так вот до цвета которые мы будем использовать 465 466 я просто ведь не наклеила номера ваш прям прошлый раз поторопилась не наклеила теперь мучаюсь сижу до подбираю так 467 это такой красивый глубокий серый цвет 462 и простите не с того начала вообще а правильно нет 462 463 подождите сейчас мы с вами 460 вот так вот три вот так вот правильно будет 464 эту запуталась вот так смотрите такой красивый бронзовый цвет бронзовый цвет бежевый цвет коричневый цвет да всем привет тут нам пишет на ирина и вам тоже привет так что 465 так вот так вот будет вот так рыженький вот сюда блестященький так зелененький и серенький вот так и так номера с 462 по 467 мы возьмем сегодня с вами в основу значит чтобы все цвета бабахать на одну ногтевую пластину можно и заранее подготовить какой-нибудь фон типа камуфлирующей базы до что-нибудь напоминающие сейчас мы с вами сделаем возьмем типсик очень опять же мы говорим с вами все время про быстрый дизайн и на самом деле считаю что это очень быстрый дизайн и потому что думать особо не надо на мазюкал как получится и все это дело закрыл топом и сверху снежинку нарисовала если цвета не очень красиво перемешались то сверху красивая снежинка все решит это я сама себя хвалю до красивыми типа снежинками по закрывала вот значит ой я тут подняла голову добрый вечер так с нами как всегда виолетта так екатерина ирина моё пилилова в этом заду закончилась я сломала руку ирина как же так руки надо беречь вы что это же для мастера мне кажется вообще самое ценное что только может быть в этом мире правда же это ужас ирочка ну выздоравливайте скорее ну может быть повод к тому чтобы отдохнуть может быть появился повод чтобы реально отдохнуть немножечко взять паузу так значит мы желаем вам конечно же здоровья 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 еще раз здоровья не знаю возьму сейчас пока за основу 151 гель-лак гель-лак который такой знаете всех времен и народов светлый беш таким смелким мелким мерцанием и со свадебной коллекции 151 на самом деле просто возьму потому что он у меня оказался под руками вообще по большому счету мы с вами будем подразумевать что у нас с вами камуфлирующая база правильно то есть вы смоделировали ноготочек камуфлирующей базой и естественно базу просушили пока сохнет наш один вариант мы конечно же подготовим еще один вариант хотя бы парочку да просто по-разному фон подготовим я же надеюсь что вы не против если мы сделаем парочку вариантов и парочку каких-нибудь красивых снежинок нарисуем таких незамысловатых и так значит я покрою просто гель-лаком который очень похож на камуфлирующий цвет базы да на самом деле как бы я думаю у всех есть какая-нибудь камуфлирующая база под руками и вы например смоделировали ноготочек камуфлирующей базой так теперь начинаем наносить девчат цвета ну цвета я уже сказала что можно использовать абсолютно любые причем в разных пропорциях давайте мы возьмем вот так на стекляшку прямо чуть ли не все цвета вдруг клиентке понравятся все цвета из новой коллекции правильно же давайте вот такой бронзовый рыженький зелененький коричневенький заодно можете приготовить еще и кисточку для градиента тоже хорошо потребую потребуется прям хорошо подойдет знаете когда все цвета подряд наносишь и вот лучше всего даже думать не надо будет она вас за вас за вас сама все сделает кисточка для градиента единственное что перед началом работы да не мешало бы кисточку смочить в базу давайте вот вот с краешку возьму бейс гель капельку буквально немножечко и кисточку для градиента аккуратненько смочу базе вообще перед началом работы мы всегда кисточки промываем в базе лучшее средство так и сейчас значит кисточку промокнули в базе и теперь салфеточкой хотите сухой салфеточкой без ворсовой салфеточкой хотите влажной салфеточкой неважно и аккуратненько промокнули кисточку все она теперь чистенькая готова к работе и теперь девчат на просушенную камуфлирующую базу мы с вами наносим цвета ну я предлагаю все подряд цвета нанести до заодно и прочувствуем как это что участвуют все цвета из коллекции чтобы скучно не было давайте начнем например с блестящего с бронзового цвета и вот так вот на кисточку берете совсем немножечко и аккуратненько растягиваете просушиваем секундочку а на другой ноготь можно взять тоже самый цвет но растянуть его не вдоль а поперек например почему бы и нет все остальные ноготочки это только на двух ноготочках да допустим дизайн все остальные ноготочки в этот момент можно покрыть любым цветом из этой коллекции будь то коричневый цвет или будь то например там рыженький цвет он все равно будет хорошо подходить так просушиваем теперь давайте нанесем например коричневый оттенок это у нас номер 464 видите да красивый такой глубокий коричневый оттеночек вообще когда гель-лаки выпускает компания ими в них знаете как бы в наборе подобраны такие цвета которые классно сочетаются друг с другом в котором думать не надо можно прям вот брать все вот их 6 цветов и они будут классно подходить все под друг друга так давайте вот так коричневенький цвет как мне покажется это странным так я когда началась и села готовиться к прямому эфиру думаю надо что-то какие-то снежинки надо какой-то интересный фон думаю уже фольгу мы отпечатывали песок мы уже сыпали думаю чтоб такого придумать чтобы необычного потом подумала чем проще тем лучше не надо особо думать не надо заморачиваться чем меньше думаешь тем интереснее варианты получаются правильно же вот поэтому так просушили теперь давайте добавим зеленый цвет как вы на это смотрите да по зеленому как мы на это смотрим так и смотрим так давайте вот так сюда вот так зеленый цвет прикольно вы знаете если честно я бы сама бы не догадалась до такого сочетания цветов если по ней не вышли все вместе одноразово просто обычно же говорим о том что легко сочетаются да из открыто взятой коллекции цвета так у меня лампа загудела надо бы наверное это другую просто отключить все она как-то подозрительно себя повела так просушиваем лампу поменяла так значит давайте добавим сюда как раз таки он такой зеленый вот так прям сверху видно аккуратненько я там чтобы к врустом особо не лезть да прям аккуратненько немножко отступив от роста можете сюда добавить чтобы ровный краешек был так просушиваем так но сюда продолжаем давайте рыженький конечно же да давайте я у вас сама спрашиваю сама отвечаю добрый день всем добрый день подняла голову здравствуйте здравствуйте наталья так и теперь давайте рыженький вот смотрите как минимум мы с вами четыре цвета из коллекции сразу задействовали в одном покрытии ну и конечно же с блесточками вот так я прям по непросушенному пусть блестит все-таки же новый год вот так и под любой наряд да под коричневый под зеленый под рыжий под бронзовый какой угодно так ну и давайте сюда да чуть-чуть рыжинки добавим видно я прям вот не вертикально а горизонтально пятнышками и чуть-чуть бронзы сюда же чуть ли не по всей вот так и просушиваем девчат значит опять же фон сделали такой красивый праздничный необычный а почему бы например такой фон не сделать в обыденной жизни не обязательно к новому году правильно же новый год это будет только лишь олицетворяться тем что мы добавим к этому фону снежинка ведь на самом деле можно и в обыкновенной жизни да такой цвет как бы сделать до покрытия такое причем один например ноготь один цвет да второй ноготь другой цвет и два три цвета смешать на одной поверхности так листала декорации которые есть к новому году девчат так как у нас в этом году не очень большое количество вышла декорации да мы уже принципе с ними сделали несколько раз варианты новогодние дизайнов и с фонариками не с фонариками кстати прошла с прошлого неделю мне с собой нету типсиков но зато вот видите мы с вами сколько сделали и такие вязаный свитер и вот например участвовал нас кошачий глаз и у нас участвовали светоотражающие гель-лаки с декорациями видите вот такие вот разные варианты и со стемпингом и без стемпинга и вместо стемпинга красивые объемные декорации участвовали в дизайнах много всяких разных вариантов это мои самые любимые прошу раз я тоже вспоминала про них показывал прямо прям сильно понравились кайфовые такие знаете по-взрослому смотрятся хоть ты не художник а получилось как будто прямо на елке-маталке прям художник-художник так вот такие вот простейшие варианты так а сегодня мы сделаем еще один из простых вариантов и вспомним вот такой декорации которая в прошлом году выходила я очень сильно люблю эти всякие надписи всякие надписи они очень сильно осовременивают дизайн ну а такие вот шуточные надписи вообще как бы то за ура пойдут на новый год и если мы с вами вспомним то это 200 сейчас я прошу прощения на виду резкость 202 что ли танцуют все это всякие знаете новогодние фразочки тут я когда не прошлом году выше так немножко поржала над всем этим прям очень забавно придумали так мои планы лицом в салат например это я не это не мои в смысле плана это в план это смысле это что написано на этих чудесных шармиконах но хотя бы почему бы и нет так салат в принципе это мягче чем просто об стол так ищите меня под елкой я не подарок да и ты не санта и все так и всякое такое happy new year мандариновый муд значит очень прикольные вот эти всякие выражения такие новогодние если у кого-то есть как бы вы доставайте а если нету принципе можно еще и купить успеть вот потому что принципе на сайте есть они и так 202 это шармикон всякими новогодними надписями и чтобы например сейчас нам видите мне здесь поперек у меня здесь вертикальный поперек все цвета намазала на один ноготь я думаю что много ума не надо правильно я думаю что у всех получится значит теперь мы с вами наносим конечно же топ без липкого слоя в нашем случае это teclas teclas топ без липкого слоя на который шикарно шикарно скажите с сочетаниями шармиконами то есть вы наносите просушиваете на просушенной на идеально гладкую ровную поверхность наносите конечно же топ без липкого слоя в нашем случае это teclas хотя знаете все по-разному читаю кто ты говорит такли с кто-то говорит teklas ну короче как хотите, обзовите, просто это топ, глянцевый топ, без липкого слоя. И просушиваем, девчат, ну, 30 секунд минимум, если вы просушите, допустим, минутку, хуже не будет абсолютно. Так, наносим и сушим. И я сейчас аккуратненько поставлю сушить, и заодно подниму глаза вот сюда, к комментарию. Очень красиво есть, но мои клиенты стесняются, пишет нам Оксана. Добрый день. Оксан, да ну, это, знаете, как преподнести, не надо там сильно давать долго думать. Вообще-то прикольно, если честно. Понятно, что, например, там, ну, может, нет, хотелось сказать, что клиенты такие по старше возрастом может быть и не захотят, хотя на самом деле, мне кажется, вот как раз таки нам, клиентам, которые по старше возрастом, вот как раз таки нам еще и веселее от этого всего. На самом деле оно не сильно навязчивое и прикольно очень смотрится. Так что я предлагаю воспользоваться этими моментами. Так. Мои планы лицом в салат. Так, что джинглс, джинглбейлис. Ну, что, замечательно. Оливье мастхэв. Ничего такого в этом нету, в принципе. В принципе. Ну, мне больше нравится, когда что-то там поблескивает. С Новым годом, крошка. Ну, давайте вот эту возьму. С Новым годом, крошка. Ага, сказала Наташа, надо было бы пинцет достать, но ведь кому-то же уже лень и уже, в принципе, ногти помогли все это сделать. Давайте вот сюда, вот с Новым годом, крошка. Конечно же, любой шармикончик, который мы приклеиваем на идеально гладкую и ровную поверхность, да, на топ безостаточной липкости, как просушенный, конечно же, мы должны перекрыть топом. И, девчат, можно воспользоваться каким-нибудь перламутровым топом, ведь у нас же достаточное количество всяких топов с блесточками. Если, например, вы воспользовались геймлаками, которые не перламутровые, без блесток, ведь вы позже помните, что у нас есть скандиум, шампанское цвет, мелоди, вот такие вот топы, которые содержат всякие там частички, да, перламутровые, более крупные, более мелкие там и так далее. То есть, светоотражающие частички. Давайте попробуем покрыть, почему бы и нет. Это топы без липкого слоя, еще больше блестеть будет. Это, кстати, классное решение, ведь не очень многие клиенты прям любят прям блестящие геймлаки, да, вот так вот купишь, бывает блестящий геймлак перед Новым Годом, один-два клиента сделала, а потом на следующую уже коррекцию уже не хотят с блесточками. И получается, что стоит себе геймлак. А если взять несколько красивых, плотных цветов геймлака, там, не знаю, красный, синий, зеленый, и один топ со светоотражающими частичками, получается, что любой топ сможете, ой, любой цвет покрыть топом с блесточками, правильно же? Да, правильно. Вот, я сама спрашиваю, сама отвечаю, и пусть вам не покажется это странным, мне же надо с кем-то разговаривать, правильно? Вот. А вообще нужно было новогодний дизайн делать, купив, допустим, бутылку шампанского. Так, на просушенный теклос мы с вами прикрепляем наклеечку, закрываем топом, ну, давайте вот такой топ возьмем, Мелоди, да, который красивый такой, перламутровый. Так вот, да, правильно, спасибо, Виолетта. Значит, надо было вообще взять бутылку шампанского, стаканчик, и в прямом эфире, да, как по скайпу, взять и со всеми выпить за удачу предприятия, за хорошие наступающие Новые годы, за хороших денежных клиентов, за сбычу мечтам и так далее, всякую такую красоту проговорить еще и обязательно исполнится, если всем миром захотеть. Так, ну что, давайте поговорим, конечно же, о том, о чем конкретно, да, конкретная наша тема сегодняшняя, это, конечно же, снежинки. Девчат, мы будем рисовать снежинки по готовой поверхности, потому что у нас есть замечательный материал, который называется Эмпаста. Эмпаста – это гелевая краска без остаточной липкости. И называется такая гелевая краска Эмпаста, да, если вы рисуете, значит, можно ли рисовать гель-лаком, да, часто спрашивают вот на занятиях девчонки, да, конечно, можно, и гель-лаком ногти покрывают, и гель-лаком рисуют, и обязательно все закрывают топом, правильно же? То ли единственное, что гель-лаком не очень удобно рисовать по одной простой причине, он жидкий, правильно же? Но рисуют же гель-лаком, рисуют, конечно же, гелевыми красками, гелевыми красками ногти можно покрывать с липким слоем, да, гелевые краски с липким слоем, вот, гелевыми красками, конечно же, можно рисовать, и это гораздо удобнее, чем гель-лаком рисовать, потому что гелевые краски, они более густые, ложатся плотно даже в один слой, и тоненько рисовать ими очень удобно, например, всем известная гелевая краска, всем известная гелевая краска черный тюльпан, это гелевая краска, у которой идеальная, идеальная дисперсия, и через минуту, когда вы просушиваете, отпечатываете фольгу, фольга отпечатывается идеально, то есть вот тоже литье, раньше как бы очень много делали, сейчас, в принципе, тоже эта техника, знаете, она себя не изживает, вот, например, там на художественной росписи девчонкам, когда показываешь, допустим, что можно нарисовать любую полосочку, пятнышко, цветочек, розочку, там, я не знаю, все что угодно, вензелечек, и отпечатать фольгу можно, причем фольга отпечатывается настолько идеально, что даже нигде не проглядывается черный цвет, и лишний раз думаешь, боже, какой шикарный материал, вот именно черный тюльпан, и часто все время, вот, допустим, в онлайне, когда работы проверяют, девчат, говорю о том, что качество дизайна, вот, вот вы сидите, вы классно, вы можете срисовать, повторить, что-то там, качество дизайна зачастую зависит от качества материалов, которые вы используете в работе, вот, поэтому, как бы, это немаловажно, и вот сейчас я, почему это все долго так говорю, потому что вот импаста, это как раз таки гелевая краска, она идеальна для рисования, идеальна, и, конечно же, 50% успеха, это будет кисточка, которую мы с вами будем рисовать, а рисовать мы будем с вами тоненькой кисточкой, у нас очень давным, давно-давно ничего не менялось в имя, это кисточка 5 дробь 0, 5 дробь 0, линеарная, у нас продается две кисточки в магазине, одна линеарная из черной синтетики, вот как вот сейчас у меня, и я считаю, что для снежинок это будет идеальная кисть, и даже если вы не особо умеете рисовать, я, не знаю, на 99% я уверена, что получится, вот, линеарная черная синтетика, она чуть длиннее и жестче, и белая синтетика, а эти кисточки одинаковую нагрузку в себе внесут, то есть можно рисовать одинаковые вещи, что одной кисточкой, что второй. Невозможно сказать заранее, какой кисточкой кому будет удобно рисовать, вот, но вот, например, сейчас вот для снежиночек я, конечно же, возьму кисточку 5 дробь 0, черная синтетика, линеарная кисточка, так, и то, что мы с вами будем рисовать, это, конечно же, снежинки. еще раз повторю, на самом деле цель снежинки, вот, но фон, фон может быть совершенно любым, это может быть френч, это может быть 1 тонное покрытие, это может быть 5 тонное покрытие, 5 тонов разных, вот, поэтому мы сейчас взяли гель-лак из последней коллекции, которая вышла совсем-совсем недавно, вот, и воспользовались сочетанием всех цветов практически сразу из коллекции. Так, ну что, поехали. Давайте, ну, что хочется сказать, так, я тут глаза подняла, мне так нравится, как вы ведете эфир, спасибо большое, Мария, у вас большой талант, да, наверное, трындеть, да, в прямом эфире, вот талант. Так, на самом деле, как бы, это, как говорится, уже столько лет, а я все равно очень сильно стесняюсь, это комплекс, огромный комплекс, который я пытаюсь преодолеть. Вот, значит, мы рисуем с вами эмпастой, да, эмпаста не плывет, не течет, рисует очень тонко, 50% успеха будет зависеть от того, какой кисточкой вы рисуете, 25% успеха будет зависеть от того, сколько вы эмпасты, гелевой краски, да, наберете на кончик совершенно чистой кисточки, ну, вот, а остальные 25% оставшиеся, это как раз-таки вот практики, да, чуть-чуть практики и чуть-чуть попробовать. Что касается снежинок, я как-то раз, я как-то все время рисовала, ну, крест-накрест, крест-накрест, да, ну, то есть, как бы самый простой способ, это, конечно же, допустим, там, прямую линию, так, получается, да, вот так вот длинненькую, под прямым углом пересекала эту линию, не обращаем внимания на то, что у нас там с вами наклеечка внизу, абсолютно, это же фон дальний, так, ну, и еще раз крест-накрест, и как-то мне девчонки как-то сделали замечание, сказали, что типа у снежинки, конечно же, не 8 граней, а 6, вот, ну, вы знаете, на ногтях, на ногтях, мне кажется, ну, 6, ну, 8, если честно, у меня тут есть и 6, и 8, а когда, в общем, смотришь на все это, ну, как бы вот на все вместе снежинки, и не видно, где было 6, где было 8, самое главное, по пушистей просто сделать, и тогда не особо бросается в глаза, правильно, и потом, не надо же на всех пальцах это рисовать, правильно, достаточно на одном, ну, максимум на двух пальчиках изобразить, причем одну снежинку целиком, а на остальных где-нибудь там, на половиночку, и все, на этом и закончить, правильно же, так, ну, а мы с вами поехали, так, ну, что, я предлагаю нарисовать какую-нибудь совершенно несложную, и это будет выглядеть вот так, то есть, рядышком с основным окончанием линии, раз, два, и, допустим, в одну сторону выгнула, и в другую сторону выгнула, так, поехала дальше, значит, очень прикольно рисовать им пасты, по одной простой причине, вот вы как поставите, так оно и будет стоять, линия, то есть, она не плывет, не течет, не растекается, все в порядке, то есть, как бы, ничего страшного не случится, но если вы просушите где-нибудь в промежутке, хуже не будет, будет только лучше, ну, и самое главное, не терять время, пока сохнет одна рука в лампе, вы, конечно же, рисуете снежинку, пока на второй руке, правильно, на одном же пальчике, мы же все-таки рисуем, пока здесь вот так, серединка у меня довольно-таки такая чистая получается, но это потому, что я очень такую большую снежинку замутила, но ничего страшного, мы сейчас все это дело закрасим, закроем, и будет она у нас пушистая, так, попросим клиентку перевернуть пальчик, хорошо у нас такая сейчас клиентка, очень спокойная, да, нам позволяет все, что хотим с ней делать, так, аккуратненько, на самом деле, можно и пальчик наклонить в одну сторону, в другую сторону, все это прекрасно понимают, можно подстроиться под любую ситуацию, в конце концов, можно даже клиентку себе на руки посадить, правильно, чтобы пальцы развернулись туда, куда нам надо, так, ну что, вот такая большая, большая такая основа, а теперь давайте, естественно, давайте вот сюда тоже что-нибудь добавим, пусть это будет какая-нибудь типа петелечка, которая будет заполнять вот эту пустоту, знаете, как бы нет пределу совершенства, кисточка тоненькая, представьте, что вы рисуете не кисточкой, а иголочкой, причем иголочкой, ну, которая не гнется, да, абсолютно, то есть получается, если вы будете на иголку очень сильно давить, то она же будет царапать вам поверхность ногтевой пластины, правильно же, вот, поэтому стараемся не царапать, старайтесь не давить на кисточку от слова совсем, так, видите, вот у меня тут вот какая-то пустота, вот, никогда не помешает несколько точечек, в любой непонятной ситуации доставляйте несколько маленьких точечек, и они ни в коем случае не испортят всю картинку нам, так, продолжаем дальше, ну, теперь, конечно же, я не буду рисовать никакую огромную снежинку, достаточно будет одной, а здесь просто снизу вроде как продолжаю, да, вроде как что-то видно, делаем вид, делаем вид, что там что-то есть, а денег берем, как будто за две снежинки, девчат, я, конечно же, шучу, вот, то есть, как бы, делаем вид, и никогда нигде не помешает несколько точечек, так, раз, два, так, и давайте вот так, например, вниз, так, сейчас, секундочку, красочку надо взять, так, вниз, вниз, в сторону, так, как будто такие, знаете, блики там, всякие, блесточки, и несколько точечек, и так, эмпасту мы, конечно же, просушиваем в лампе, девчат, в принципе, 30 секунд достаточно просушить, но если вы просушите чуть-чуть подольше, хуже абсолютно не будет, мы давайте несколько другого, да, плана, там, снежинку нарисуем, продолжим играться там с гранями, там я на 8 грани, да, давайте мы здесь, например, на 6 все-таки попробуем, так, у нас получается с вами центральная, линия, чуть наискосочек, например, здесь, так, уведем, и естественно, вот так, получается 6, видно, а теперь основная, самая длинная, по бокам, чуть покороче, самый простой способ, по бокам, чуть длиннее, да, а по бокам, чуть покороче, то есть в центре, самая длинная линия, сбоку короче, в центре самая длинная, по бокам, покороче, так, аккуратненько, есть, теперь пошли еще покороче, и сюда короче, и сюда, и будет она у нас такая, просто пушистенькая, всегда у всех получается, девчат, самое главное, это кисточка, кисточка, конечно, кисточка Эми, и самая лучшая кисточка на свете, а белая Эмпаста, она просто вне конкуренции, даже вот белой гелевой краской, так не нарисовать, все равно, вот Эмпаста, она все-таки грань держит какую-то, она объем держит, и получается, вот этот вот объемчик прикольный, кстати, будет даже еще лучше объем виден, если поверхность будет матовой, можно в серединку снежиночки поставить, стразик, мне кажется, вот стразики, это как раз-таки вот тот материал, который вот точно сейчас как-то поуходил немножко, либо это вот стемпинг, в основном, либо это какие-то слайдеры с наклеечками, а вот стразики, мне кажется, все больше и больше куда-то уходит, так, видите, такая получилась у нас беленькая, давайте сделаем вид, что здесь вот тут вот маленькая выглядывает, причем такая же, в таком же стиле, из отдельных элементиков, и опять же, никогда, нигде не помешает, несколько точечек, универсальный дизайн, так, можно так оставить, а почему бы и нет, но нам нужно продолжить, конечно же, давайте еще чуть-чуть, аккуратненько вот так, вот так, уже целиком не надо, абсолютно ни к чему, единственное, можно, знаете, как, например, там на одном пальце начали, на втором продолжили, но это такая, довольно-таки избитая тема, вот, чтобы как бы дизайн переходил с одного пальчика на другой, ну, не знаю, мне кажется, новогодний дизайн, это не многие, один из немногих праздников, на которые, ну, клиенты действительно делают что-то новогоднее, это, знаете, как на 8 марта, когда первые лучики солнца, сразу хочется чего-нибудь такого усипусичного на ногти, там какие-нибудь пастельные оттенки сразу идут в ход, можно там и цветочек какой-то нарисовать, веточку, да, там банальную, и вот на Новый год, это как раз-таки снежинки, кстати, тут, знаете, напоролось, может быть, вы тоже видели, где-то в Инстаграм, на просторах Инстаграма, девушка такая красивая выступает по поводу того, что дизайны вот такие-то, такие-то устарели, вензеля уже не рисуют, это не делают, то не делают, и так далее, а как не зайдешь в какой-нибудь Пинтерест, встречались с таким, что как делали дизайны, так и делают, просто немногие это делают, вот и все, то есть они даже не заморачиваются, мастера, не пытаются привлечь клиента какими-то дизайнами, я не спорю, есть абсолютно, как бы клиенты, которым там 300 лет не нужны эти дизайны, да, однотонным покрытием покрыли, убежали, потому что им некогда сидеть, вот, и мастера прекрасно понимают, что мне лучше сделать там, допустим, два маникюра с гель-лаком, чем сидеть с одной барышней там и рисовать ей снежинки, ну, на самом деле, всегда можно запись выстроить таким образом, чтобы, например, там на вечер брать клиента, который точно что-то нарисует, и подольше с ней там посидеть, да, как бы понятно, что цена от чека поднимется средняя, вот, поэтому я считаю, что всегда можно найти какое-то решение, чтобы удовлетворить желание клиентов, вот, и все равно есть клиенты, которые любят дизайн, пусть не на всех пальцах, пусть на одном, но есть такие клиенты, не знаю, уверена, на 100%, так, ну, что у нас получилось в результате, мы сегодня такие прямо скоростные с вами, все это дело просушили, сейчас вот сюда приделаем, а потому что фон легкий, а потому что тема легкая, а потому что снежинку можно прямо от балды, между прочим, я недавно где-то прочитала, что нету одинаковых снежинок, что все снежинки абсолютно, которые падают с неба, они все разные, вот так вот, у меня вот теперь уже от рыжего цвета, вот видите, на красивом таком перламутровом топе, прикольно смотрится, на самом деле можно нарисовать и на глянцевом топе, и на матовом топе, я вот тут вот так вот подержу это варианты, да, на самом деле одно по одному, одно по одному, да, просто как бы цвета, сочетание такое интересное получилось, мне очень понравилось именно сочетание цветов, не знаю, может быть вы со мной согласитесь, может нет, но я считаю, что это такое свежее, новое, интересное, особенно под перламутровым топом, вообще супер-пупер смотрится, вот, ну а снежинки просто подстроились под тему, под нашу, вот, значит, может быть кто-то сделает скрин, да, какой-нибудь себе там, просто чисто из-за сочетания цветов, я считаю, что снежинки могут любой мастер нарисовать от руки, не думая абсолютно ни о чем, важно чем, правильно, о чем, это белая импаста, еще раз вам сговорю, да, импаста, которую мы рисовали сверху по готовой поверхности, то есть гелевые краски без липкого слоя, они уникальны именно тем, что можно рисовать сверху по готовой поверхности, конечно, можно по ценному покрытию нарисовать и закрыть топом, но вот фишка импасты в том, что можно рисовать сверху, и кисточку, которую я использовала, девчат, для рисования особо, даже никакого труда особого не составила мне, это 5 дробь 0, линеарная кисточка, для рисования тоненьких линий, еще раз повторюсь, есть две, черная синтетика и белая синтетика, черная она чуть длиннее и жестче, а белая она чуть короче и мягче, но в принципе, смысловую нагрузку внесут в себя совершенно одинаково, так, ну что, девчат, я надеюсь, что мы были вам полезны, вдруг что-то, кто-то там, у кого-то гель-лаки застоялись, не знаете, куда их пихать, можно запихнуть в любой фон, абсолютно несколько мазков разными гель-лаками поставили, потом прилепили наклейку, которая валялась у вас с прошлого года, и закрыли красивым перламутровым топом, и получается очень даже красивое ногтевое покрытие, такое новогоднее, новогоднее, ну что, девчат, всех с наступающим Новым Годом, всем удачи, всем побольше денежных клиентов, и чтобы они вам несли праздничные чаевые, к вашему праздничному чеку, всем здоровья, всем удачи, ну а по поводу нашей встречи, конечно же, смотрите в анонсах, смотрите в объявлениях, я думаю, что там все будет сказано, значит, если нам скажут встретиться с вами, конечно же, я обязательно приду на нашу встречу, вот, а так, всех с наступающим, всем здоровья, всем удачи, и побольше денежных клиентов, до свидания, до свидания,